Приемка школьных автобусов – это еще одно мероприятие в рамках месячника безопасности дорожного движения «Внимание, дети!». Сотрудники ГИБДД проверили технику, которая призвана доставлять детей в школы. Несколько месяцев из-за пандемии коронавируса школьные автобусы находились в вынужденном простое. А теперь водители с нетерпением ждут 1 сентября, когда вновь отправятся в рейс со школьниками. У нас 7 школ имеют 9 автобусов. И к сегодняшнему дню ведется большая подготовительная работа подвоза детей. И каждая школа провела такую большую работу, потому что здесь нужно будет обязательно определить ответственного человека. Этот человек определяется по приказу директора, руководителя школы. Он будет сопровождать детей, принимать детей и увозить после школьных занятий. Несмотря на то, что ежедневные рейсы были отменены, машины все равно приходилось поддерживать в исправном техническом состоянии. А теперь еще и в особых условиях чистоты и порядка. Автобусы необходимо обрабатывать на регулярной основе сан-средствами. Термометрия при приеме детей к автобусу, термометрия самого водителя. И чтобы они были в масках, это водитель и этот сопровождающий человек. И, конечно, обязательно следить за тем, чтобы до приема и после отвоза детей, чтобы автобус был обработан дезинфицирующими средствами. Вот это, чтобы обезопасить детей во время подвоза, увоза, чтобы автобус был чистый и обеззаражен. Сотрудниками госавтоинспекции в рамках внимания детей, которые проводятся на территории города Слава 17 августа по 11 сентября, проводится проверка школьных автобусов. А именно, то, что может повлиять на безопасность при перевозке самых юных пассажиров. Это проверка наличия работоспособности приборов в контроле режима труда и отдыха водителя, проверка состояния рулевого управления, тормозной системы, состояния шин, а также состояния осветительных приборов, ремей безопасности, комплектность наличия медицинских аптечек, огнетушителей, наличие и соответствующие документации. На систематической основе с водителями проводятся инструктажи. Водители проверяют на предмет допущенных грубых нарушений правил дорожного движения. Полицейские проверяют исправность всех систем, включая работу сигналов, световых приборов, тахографа, а еще максимальный срок эксплуатации школьного автобуса. Пока школьные автобусы приводят на надлежащий вид, другие организации образования также готовятся к встрече с ребятней. Так Центр детского и юношеского технического творчества вновь открыл двери кабинета по ПДД. Педагоги надеются, что в самом ближайшем будущем здесь снова будет шумно от детских голосов, а также интересно и познавательно. На базе Центра технического творчества функционирует городской ресурсный центр Школы детской безопасности. Мы ведем системную работу, профилактическую, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Наша работа ведется в тесном сотрудничестве с ГИБДД города Салавата и региональным ресурсным центром по безопасности дорожного движения. Сейчас проходят республиканские мероприятия «Внимание, дети!». Запущены интересные флешмобы, задания, в которых уже начали принимать активное участие общеобразовательные организации. Это фотомарафон «Светофор будущего», флешмоб ПДД в песне, семейные акции на изготовление световозвращающих элементов для ребенка, составление схемы маршрута «Мой безопасный путь в школу». Подробные условия по акциям вы найдете ВКонтакте в нашей группе «ЮИД. Город Салават». Мы обращаемся ко всем педагогам, ребятам, родителям. Принимайте активное участие в акции «Внимание, дети!». И, уважаемые родители, пожалуйста, учитесь своих детей безопасному поведению на дорогах. Светлана Халитова, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават».